Егор, расскажи, как ты? Докатился такой жизнью. Пауза была. Все это время? Нет. Сама не верни, что-то. Здравствуй, Егор. Для наших подписчиков я хочу сегодня взять у тебя интервью. И прежде всего я хотел бы сказать, что меня в тебе восхищает. Вот тебе сегодня сколько полных лет? 26. 26 лет. В твои 26 лет ты являешься сегодня крупным топ-лидером IT-компании. И вот многие молодые ребята ищут, наверное, в интернете, в жизни какие-то бизнес-идеи, бизнес-инструменты, франшизы. И вот мне хотелось бы сегодня взять у тебя интервью и понять, как в свои 26 лет ты к этому пришел, что ты для этого делал. И вот, наверное, самый первый вопрос, расскажи о себе. Откуда ты, как ты рос, жил, как ты пришел в бизнес? Приветствую всех. Меня зовут Егор. Мне сейчас 26 лет. Я сам родом с маленького провинциального города, город Сыктывкарь, республика Коми. В возрасте 20 лет понял, что мне этого мало. Переехал в город Санкт-Петербург, перевелся в университет, начал учиться там. И, будучи студентом 5-го курса, познакомился с этой замечательной индустрией. Меня пригласил мой друг в мою первую компанию сетевого бизнеса. Меня эта идея очень заинтересовала, увлекла. Получилось сделать быстрые достаточно деньги, быстрый результат. В течение первых двух месяцев порядка 200 тысяч рублей я заработал. Благодаря этому появилась какая-то вера, что это все работает. Начал глубже изучать, интересоваться, развиваться. В течение следующих нескольких лет был такой интересный, удивительный путь. Да, ездили в разные страны, учились этому бизнесу. Ну и вот, соответственно, сейчас уже есть организация многотысячная. И вот сейчас мы развиваем проект CityLife. Отлично, слушай, ну смотри. Самый основной вопрос молодого человека, кто сейчас тебя смотрит, что нужно делать? Это все красиво, это все здорово, твоя жизнь удалась. Я так понял, что ты особо не был богат, наверное. У тебя никто тебя по блату не продвинул, ты сам пробивался. Ну да. И какие, что нужно делать? Что нужно делать? Ну, все достаточно просто. Опять же, как я это понимаю, то есть нужно установить цель, да, как бы это банально не звучало, нужно иметь цель, нужно иметь определенный голод до лучшей жизни, до результатов, до достижения, до определенного признания. Это тоже очень важно. Вот это было, потому что если человек просто ставит, допустим, цель заработать какие-то деньги, да, то, возможно, это, ну, цель не до конца его движет, да, поэтому нужно именно не какую-то сумму планировать, а комплексно, да, то есть это образ жизни, стиль жизни, может, друзей, может, себя, да, какого-то другого. И вот я сразу, практически в первый год это все для себя определил, создал эту картинку, которая меня зажигает, ну и, соответственно, это меня держит в тонусе. Поэтому вот мое тоже послание для всех тех, кто только изучает, интересуется, безусловно, нужно понять, кем вы вообще хотите стать, да, составить план действий и начать двигаться. Все до боли просто. Все ждут какую-то волшебную таблетку, да, вот какое-то там два-три слова, призыв к действию, его просто нет, да, то есть очень много нужно работать над собой, развиваться, ну и, соответственно, результат не заставит себя ждать, ну и иметь, опять же, упертость, да. А какая цель денежно тебя двигал? Да, элементарно хотя бы нужно закрывать базовые потребности свои и, допустим, своих близких, да. Некоторые люди... Сколько в сумме? Да. Цитка, в граммах. Ну, в граммах. Ну, хотя бы, хотя бы 100 тысяч рублей. Это та сумма, на которую в России уже можно более-менее существовать, одеваться, питаться, путешествовать, да, то есть это та сумма, которая позволяет хотя бы поверить в то, что можно двигаться дальше и жить лучше, да, вот эта отправная точка, от которой, ну, дальше уже можно ставить цели, планы. Ну, скажи, я так понимаю, ты намного больше заработал, да. Сколько сейчас стоит вот этот твой автомобиль? Ну, сейчас мой автомобиль, безусловно, рынок меняется, да, но на тот момент цена была там порядка 30 тысяч долларов, да, то есть, соответственно, ну, плюс-минус такие деньги. Я понимаю, что на обычной работе это заработать можно, но это какие-то уникальные, феноменальные действия, там действительно, может, кому-то пришлось бы подвинуть, да, по карьерной лестнице, благодаря этому подняться, поэтому, ну, вот, меня всегда это двигало, и, соответственно, сейчас это есть, да. Я так понимаю, что ты не 100 тысяч рублей заработал, да, в месяц? Ну, да, да, доходы были существенно больше, потому что наш бизнес использует вот этот принцип, принцип рычага, повышение вашей эффективности за счет того, что у вас есть команда, каждый делает определенные усилия, вы получаете процент от этих усилий, да, но нужно создать команду должным образом, чтобы это все функционировало. Хорошо, и немного о проекте CityLife. Как вообще с этим проектом познакомился, и что сейчас в этом проекте ты делаешь? Конкретно какие действия? Проект CityLife появился в моей жизни достаточно спонтанно, в один прекрасный летний солнечный день, находясь в городе Санкт-Петербург, я в кафе познакомился с молодым человеком, таким же воодушевленным, да, у которого горели глаза до каких-то свершений. Его звали Михаил, он сейчас является как раз-таки директором, вообще организатором, создателем этого проекта. Мы с ним сразу попали, так сказать, на одну волну, он мне рассказал про свою идею, я сказал, что идея замечательная, потрясающая, но нужно было сделать техническое исполнение, и получается, спустя полгода мы с ним встретились вновь, он сказал, что все готово, и мы с ним начали развивать направление дистрибьюция, да, или как, вот именно MLM-партнерство, да, MLM-составляющую в компании CityLife. И благополучно уже около полутора лет мы это направление развиваем. Хорошо, а в чем идея компании CityLife? Какой продукт? Какая услуга? Компания CityLife создала, в принципе, понятную идею для всех, то есть наша цель создать универсальный, качественный продукт, которым люди будут пользоваться ежедневно, да. Мы выбрали направление скидки, то есть это скидки, кэшбэк, привилегии, это те сферы, которые сейчас крайне актуальны. Мы задействовали мобильное приложение, потому что это, опять же, ну, перспектива, да, то есть нет смысла сейчас какие-то другие сферы погружаться, потому что сейчас основные деньги сосредоточены в сфере IT, в сфере приложений, вы это видите, да, с какой скоростью этот рынок развивается. И мы идем в ногу со временем и стремимся создать, так сказать, российский народный сервис, да, которым было бы приятно похвастаться за рубежом, да, и удивить кого-то. Скажи, пожалуйста, каково было первым начинать в компании? То есть как ты был один, по большому счету, да, ты первый двигал идею в компанию, каково это было? Да, вот это... Сложно это было, легко наоборот? Все люди сейчас говорят, безусловно, когда видят вот результат движения из точки А в точку Б, когда человек приходит, да, в эту точку Б, они говорят то, что вау, ты такой успешный, тебе повезло, замечательно, мы бы хотели быть как ты, но когда ты людям рассказываешь вот этот путь, да, становление этого результата, который сейчас есть, многие говорят вау, ничего себе, это нереально, да, и типа как ты это все преодолел? Первым быть всегда нелегко, но это всегда вознаграждается многократно. То есть нужно иметь, опять же, внутреннюю цель, нужно иметь, как это назвать, так толстокожесть, да, до общественного мнения, быть непробивным человеком, стоять на своем до конца, да, и, соответственно, заряжать людей, да, быть тем человеком, который ходит и буквально воодушевляет людей, настраивает на одну волну, ведет за собой. Но чтобы это все было, нужно самому гореть, да, нужно самому быть вот этим факелом, да, который будет зажигать других. Ну и напоследок вопрос такой еще раз. Тебе 26 лет, ты уже успешный предприниматель, ты топ-лидер компании, и скажи, какие у тебя цели в жизни, ну, допустим, 30 годам, что ты хочешь сформировать, что ты хочешь получить? Татьяна, 30 годам, где ты хочешь оказаться? У меня одна из, пожалуй, самых больших моих целей внутренних, которые я часто себе тоже проговариваю, это быть полезным для людей, да, то есть в идеале я в дальнейшем хотел бы написать книгу, да, то есть когда я буду как сам, пойму, что я сформированная личность, да, и я пойму, что мне есть чем поделиться с людьми, я бы очень хотел написать книгу. На данный момент я вот активно езжу по городам, провожу тренинги, делюсь своим опытом для того, чтобы люди, вот конкретно русский народ, да, у нас определенная ментальность, то, что все сложно, да, и вот хочется своим примером тоже показывать, что все реально, действуйте, давайте жить лучше, улучшайте, да, качество своей жизни, жизни своей семьи, вот, и, соответственно, к 30 годам хотелось бы, конечно, уже самому сформировать, закрыть все свои потребности, это однозначно, я вижу себе образ жизни, это путешествие по разным странам, недвижимость в разных странах, хотелось бы 9 месяцев в году действительно находиться в перелетах, да, в поездках, и, ну, благо своим близким, свою маму хочу тоже за границу перевезти жить в Черногорию. Здорово. Спасибо, Егор, за это интервью, и я очень надеюсь, что мы дальше будем продолжать серию таких роликов для наших партнеров, подписчиков, друзей.